Игромиру, похоже, конец. Самое крупное российское игровое мероприятие не выдерживает событий последних трёх лет. На прошлой неделе арбитражный суд Москвы принял заявление о признании ООО «Кри» банкротом. Этой компании принадлежат Игромир и Комик-кон Раша. Добил её судебный иск другой организации, которая в прошлом году оплатила взнос за участие в последствии отменённом Игромире. Суд обязал взыскать в её пользу 3,5 миллиона рублей, но владельцам игровой выставки платить, судя по всему, нечем. ООО «Кри» планирует свернуть свою деятельность. Проводить упомянутые выставки в ближайшие годы нет не то что возможности, но и никакого смысла, ибо мало какие зарубежные разработчики будут готовы приехать в Россию. Всем привет, это GSTV, сегодня воскресенье, 25 декабря 2022 года. У микрофона Сергей Пономарёв, и вы смотрите главные новости игр последних дней. В честь новогодних праздников издательство THQ Nordic и студия Alkima Interactive показали новый кадр из ремейка «Готики», а именно то, как выглядит старый лагерь. Это первая демонстрация обновлённой версии одной из самых атмосферных локаций в истории RPG. По сюжету старый лагерь — это первое крупное поселение, основанное заключёнными. Именно с него мы начинали своё развитие в оригинальной Готике. Каждому новичку завсегдаты из старого лагеря объясняют местную иерархию и структуру общества, после чего мы уже сами вольны выбирать, становиться верным подданным диктатора Гамеза или идти другим путём. Выглядит локация в ремейке невероятно круто — каменные стены цитадели смотрятся по-настоящему монструозными по сравнению со скромной детализацией в игре 2001 года выпуска. Напомним, что хоть сам мир Готики будет расширен, новые локации не появятся. Лес возле старого лагеря увеличится в размерах, а горных троп у нового лагеря, например, станет больше. Новые задания тоже не планируются. Но монстров и сокровищ на локациях прибавятся. Сюжет будет скорректирован, чтобы соответствовать сюжету последующих игр серии. Некоторые моменты проговорят более явно — у некоторых персонажей появится расширенная предыстория. Чтобы в конце прохождения было интересней, будут добавлены новые боссы и более сильные варианты обычных монстров. Искусственный интеллект и симуляцию жизни несколько месяцев назад переделали с нуля. Буквально в этом году была создана версия, которая призвана сделать игровой мир ещё глубже. Симуляция жизни должна быть продвинутой. К примеру, персонажи могут не просто постоянно крутить вертел, а в самом деле что-то готовить. Вся озвучка для ремейка записана с нуля, вплоть до звука, с которым давят мясного жука. Но при создании озвучки разработчики ориентировались на оригинальные звуки. Система навигации останется такой же, как в оригинале — не будет знаков вопроса на карте, маркеров заданий и других указателей на интересные места. А вот ближний бой всё-таки будет напоминать играбельный тизер, выпущенный несколько лет назад. Фехтование построено на атаках, блоках и уворотах — направление удара играет в геймплее важную роль. Релиз пока что планируется на конец 2023 года. Как покупать новые игры, если сервисы не принимают оплату из России? Всё просто — есть игровая площадка Diffmark. Там можно приобрести как игры для множества сервисов и платформ, так и просто закинуть деньги в свой кошелёк — Steam, PlayStation, Xbox, что угодно. Точно так же можно легко пополнить баланс в Amazon, Nintendo и iTunes — просто зайдите в раздел «Карты пополнения». Есть игровая валюта, различные софты от антивирусов до Windows, предзаказы. А главное — методы оплаты, действующие с территории РФ — от банковских карт до Kiwi. Недавно появилась возможность оплачивать картами МИР. Раньше промокод GSTV давал скидку в 10% на любой товар, но теперь в честь грядущих новогодних и рождественских праздников она увеличена до 20%. Ссылка в описании. Авторы хоррора Amnesia The Bunker показали новую запись геймплея. Если в первом ролике мы увидели, что револьвером можно разбивать замок, преграждающий путь в следующий отсек, то сейчас нам продемонстрировали, как наш персонаж перемещает бочку с порохом к двери, а после поджигает её при помощи сигнальной ракетницы. Как результат, прежде заблокированный проход тоже получается открыть. Таким образом, студия Frictional Games стремится донести до фанатов, что в бункере будет много головоломок, которые предстоит решать именно подручными средствами. Быть может, порой не совсем очевидными. Напомним, что новую Amnesia анонсировали в начале декабря в версиях для Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 и компьютеров. В случае с последними новинка будет доступна в Steam, Epic Games Store и подписочном сервисе Game Pass. Мы уже упоминали, что Blizzard занимается разработкой какой-то выживалки. Проект ещё не имеет названия и каких-либо подробностей. Однако выяснилось, что производство возглавляет выходец из Ubisoft – Дэн Хэй. Когда именно он вошёл в состав студии, непонятно. Но его наняли точно не раньше ноября 2021-го, именно тогда он покинул Ubisoft после более чем десяти лет работы. Чем Дэн Хэй занимался в составе французского издательства? Он был исполнительным продюсером линейки Far Cry и непосредственно руководил созданием нескольких игр серии. Far Cry 6 стала для него последней частью. Во главе команды сурвайвала Хэй должен, как уточняется, наполнить жанр магией Blizzard. Безымянная игра создаётся в новой вселенной, для Blizzard это первый такой проект со времён Overwatch. Между тем команда продолжает заниматься своим симулятором экспо-уборочного комбайна Diablo 4. На YouTube-канале GamerSpray опубликовали геймплейный ролик длиной в 23 минуты, запечатлевший игру за трёх персонажей – варвара, волшебницу и разбойницу, бегающих в одной пати. Разумеется, запись проводилась не на официальном билде, о чём заботливо предупреждает надпись в углу. К моменту релиза, который должен случиться через полгода, игра может похорошеть. Игроки прилежно выполняют основную задачу – мелко крошат супостатов, среди которых даже квестовые монстры, чтобы обменять их плоть и кровь на очки опыта. Всё это обильно приукрашено яркими спецэффектами, чтобы пользователи ненароком не заскучали от мрачной картины заснеженных окрестностей. Изредка они освещают всполохи пламени, появившиеся не без помощи приключенцев. А завершается забег, как и положено, битвой с настоящим боссом. Релиз Diablo 4 состоится 6 июня 2023 года на всех основных платформах, кроме Switch. Игровая площадка VK Play устроила большой опрос, дабы выяснить игровые предпочтения россиян с распределением по платформам, а также планы геймеров на грядущие новогодние каникулы. Оказывается, каждый пятый во время праздников хочет тратить на своё хобби по 3-4 часа в день. В опросе приняли участие 1200 россиян по всей стране старше 18 лет. Почти половина опрошенных играют в игры. 63% делают это каждый день, а 27% играют несколько раз в день. Самой популярной платформой среди респондентов был ПК 71%. Затем идут смартфоны 53% и консоли 10%. В новогоднюю ночь играть планируют 24% россиян. 28% опрошенных хотят посвятить играм больше времени за счёт длинных выходных. 17% опрошенных планируют смотреть на Новый год стримы, а каждый десятый респондент готов сам начать прямой эфир. Около четверти опрошенных хотят посвящать играм во время праздников по 1-2 часа в день. Каждый пятый — 3-4 часа в день. Столько же несколько раз в неделю. А 16% — более шести часов в день. 79% респондентов хотят получить игру в качестве новогоднего подарка. 34% готовы потратить на игры до 1000 рублей. 6% — до 5000 рублей. И всего лишь 2% — до 10 тысяч рублей. В основном опрошенные предпочитают бесплатные игры. Если верить ведомостям, в программу российских вузов планируется ввести киберспортивные дисциплины. Правительство РФ уже утвердило дорожную карту новое общесистемное программное обеспечение. Курсы таких дисциплин появятся как у гуманитарных, так и у технических специальностей. Перед их введением в учебную программу будет проведена подготовка. Указывается, что до начала 2023 года Ростелеком и СПБ ГУТ изучат аналогичные программы, действующие в других странах, а к июню Ростелеком и ОНО «Цифровая экономика» соберут экспертную группу, которая определит киберспортивные образовательные программы. Запуск состоится в 2024 году. Надо заметить, что журналисты «Ведомостей» опросили некоторых экспертов и пришли к выводу, что игровые компании никакого ощутимого интереса к выпускникам, прошедшим обучение по дисциплинам, связанным с киберспортом, не проявят, поэтому смысла в этой инициативе мало. Для хардкорной ролевой игры Dwarf Fortress вышло обновление, позволяющее вернуться к классическому режиму графики. Он активируется в настройках и заменяет спрайты на ASCII-символы — ровно так Dwarf Fortress выглядел на протяжении большей части своего существования. Переключаться между двумя графическими режимами можно в любой момент. Вместе с тем к разработчикам, братьям Тарну и Заку Адамсам, впервые присоединился ещё один специалист — видный и давний член сообщества Dwarf Fortress под ником Putnam. Благодаря релизу в Стиме Адамсам удалось впервые за 20 лет окупить весь свой труд и заработать бюджет на годы вперёд, поэтому они могут себе позволить переложить часть функций на ещё одного человека. Microsoft в рамках судебного процесса против Федеральной торговой комиссии заявила, что на Xbox никогда не выйдут Final Fantasy XVI, ремейк Final Fantasy VII, ремейк Silent Hill 2, а также Bloodborne. Sony якобы заключила специальное соглашение с Konami и Square Enix, согласно которым эти продукты никогда не появятся на платформах конкурентов. Компьютеры в договоре не прописаны, речь только о консолях Xbox. Это одна из причин, по которым Microsoft считает, что игровое подразделение компании нельзя назвать одним из лидеров игрового рынка, поэтому сделка с Activision Blizzard может быть одобрена. Британский регулятор должен запретить или одобрить приобретение до марта 2023 года. Hasketh Studios решила напомнить об игре Executive for Soul 2 — необычном сплаве стратегии в реальном времени и шутера от первого лица, который находится в раннем доступе в Steam с 2018 года. Разработчики опубликовали трейлер, в котором продемонстрировали улучшенную графику и боевые действия за астероиды с участием пехоты и боевых мехов. В Executive for Soul 2 можно управлять космическим флотом, добывать ресурсы, строить станции, изучать технологии и участвовать в масштабных битвах как в стратегическом режиме, так и участвуя в перестрелках. Игра при этом поддерживает сетевой режим, в котором роли командующего и бойца распределяются между двумя пользователями. За четыре года в раннем доступе проект получил чуть меньше 900 отзывов, 83% из которых положительные. Студия Ironclad Games выпустила крупный патч для глобальной космической 4X-стратегии Sins of the Solar Empire 2. Обновление добавило в игру возможность возглавить фракцию повстанцев TEG, несколько кораблей, ну и новую систему культуры. Заодно было переработано древо исследований. По словам директора по издательской деятельности Stardog Брайана Клэра, ранний доступ стал важной частью процесса разработки, и отклик от игроков феноменален. Отзывы уже помогли команде принять некоторые дизайнерские решения. Игра, напомним, находится в раннем доступе в Epic Games Store. В будущем стратегия будет поддерживать мультиплеер до 10 человек, но случится это не раньше весны 2023 года. Гран-туризма, видимо, пока не стоит ждать на компьютерах. Несмотря на то, что Sony стала шире смотреть на мир и выводит свои проекты за рамки PlayStation-эксклюзивности, её гоночная серия в обозримом будущем на других платформах не появится. Об этом сообщил руководитель студии Polyphony Digital Кадзунори Ямаути. Он говорит, что вероятность появления Гран-туризма на ПК не то чтобы совсем нулевая. Но на данный момент такая возможность даже не обсуждается. Последняя часть серии, Гран-туризма 7, вышла на PlayStation 4 и 5 в начале марта этого года и традиционно получила отличные отзывы от прессы игроков. Вместе с тем появилось новое подтверждение, что съёмки экранизации Гран-туризма завершены. Об этом сообщил в своём твиттере гонщик и эскадёр Мауро Калло. Он опубликовал несколько фотографий со съёмок, включая специально оборудованный автомобиль марки Nissan. По словам Калло, это самый быстрый из когда-либо снятых фильмов. Сюжет, хоть это и экранизация игр, основан на реальных событиях. Нам расскажут о парне, который развил свои навыки игры в Гран-туризма до практически идеального состояния и захотел пересесть за руль реального болида. Приобретённые в игре навыки позволяют ему побеждать в соревнованиях и стать профессиональным гонщиком. За постановку в ответе известный режиссёр Нил Бломкамп, снявший «Район номер 9» и робота по имени Чапи. А главные роли исполнили Арчи Мадекве, Дэвид Харбор и Орландо Блум. Премьера готовится на 11 августа 2023 года, если Sony её не перенесёт. Что вы думаете по поводу последних событий, пишите в комментариях. Будем рады вашим лайкам и новым подписчикам на Boosty и Telegram. А на этом пока всё, играйте в хорошие игры и до новых встреч на GSTV.